Ладно, тогда, раз народ не подтягивает сейчас, начнём пока с воды кратенько. Собственно, о чём хотелось рассказать в работе этого доклада, хотелось поделиться конкретикой. Собственно, у меня, наверное, своя, более основная, когда я откажу на всякие конференции и слушаю доклады, всё какие-то обтекаемые формулировки, картинки, графики общие и никакой ровным счётом конкретики. Изредка кто-то поделится, спасибо им за эти цифры. Хотя, в целом, я считаю, что для индустрии будет полезно открыто делиться информацией, благо, дело, тут прямых конкурентов раз-два и обчёлся. Соответственно, я постараюсь немного такой информации выдать, чтобы было интересно. Собственно, говорить будем о рейтинге, говорить будем о мобильном предложении и о монетизации. Про разные дела подтворить не успеем, потому что тупо мало времени. Мы проверили целую кучу таких экспериментов. Я попытался вычернить самое полезное. В рамках фотостраны мы делаем несколько стартапов. Вот Свидмит — это один из них, это дейтинг-приложение. И, соответственно, его основной инвестиционный функционал — вот здесь тачки, это вид подписка, внутренние покупки и реклама. Мы всегда работаем на результат. Соответственно, основной результат нашего мобильного приложения довольно прямой — зарабатывать деньги. Соответственно, расскажу, как эти деньги зарабатывают. Первая и основная составляющая — это вид подписки. Что это, собственно, такое? Основной функционал — это открытие доступа к входящим симпатиям и возможность начинать переписку даже без этой симпатии. Итак, мы начинаем со схемы на IOS. Платная подписка, и если пользователь ее не покупает, через несколько дней предлагаем ему триал. Собственно, что получаем? Прямо на входе, несмотря на то, что триал предлагается, по-моему, через 3-4 дня, половину денег из подписок мы начинаем получать с триала. То есть половина делится прямые, половина — это триал. Соответственно, в прямых покупках превалирует недельный. У нас есть короткий срок и немного месячных. Были долгие сроки — три месяца, шесть месяцев, год — вообще не работает. Два процента — это в деньгах, а не в количестве подписок. Соответственно, триал активирует 18% от всех пользователей, то есть одна пятая часть, и 7% из них — это довольно мало процентов, успешно проходит первый регион. Но это довольно немало абсолютных числов. Получается, бабла столько же, сколько с переписок подписок, на которые там конверт в условиях, проценты там 3-4-5. Соответственно, отвал материала больше на следующих вебилах, но несущественно. И что мы видим? У нас покупки других услуг составляют критически маленькую долю прямо на старте. В будущем мы попробуем с этим работать, и я откажу, чему это приведет. Собственно, второе, что мы делаем, что дает результат, что может как-то помочь всем остальным — это увеличение количества точек промо. Правильно говорили, что важно первую сессию — дать как можно больше контактов, но и в целом пользователя, если регулярно держать в курсе вашей генетизации, он начинает только больше платить. Он легко может забыть о том, что у вас есть платные услуги, что вы там что-то от него хотите, и если вы не меряете, сталкивается ли он с вашими платными услугами, он легко может не сталкиваться, не хотеть покупать, спокойно пользоваться, жить. Для нас в первую очередь дали вот такие вот напоминающие картики прямо в выдаче. У нас это выглядит мотая-вотаясь. Девушек — шмяк, вот такая штука тебе. Ну, соответственно, ты ее нативно можешь смахнуть влево, отказаться, смахнуть вправо, перейти на некую промо-страницу. На главных услугах это отразилось сравнительно не сильно, но тоже заметно. У нас 20% рост. Рост по рекламе был в полтора раза. Просто потому что сталкивались с какими-то бесплатными плюшками, которые можно получить за счет рекламы. Следующая штука объясняет заголовок, который называется iOS-Drial-Priest, собственно. Это основной вывод, к которому мы пришли на iOS. Там очень клево сделан триал, реально. Много пользователей на него соглашаются, и он хорошо видится. Нигде больше такого нет, работает только для iOS. Спасибо EasyTen за эту шикарную подачу и счастливый четверг на регистрации. Ну, естественно, каждый четверг счастливый рейсер. Да, и вторник тоже. Просто, когда пользователь регистрируется, он, в принципе, должен быть очень счастлив и активировать платную услугу. Мы сначала заменили биф-подписку, такую запаковку на то, что сразу показывает реал, после того, как пользователь сталкивался со списком, с переписками закрытыми и так далее. В итоге убрали вообще на регистрацию. То есть это необязательный шаг, он его может пропустить, дальше пользоваться, но он сразу справляется с монетизацией. Редэншер, активность, прочее, добро. Вообще никак не было. Нормально. Совершенно работает. Активируют деклина народу. Конверсии от того, что он стал на регистрации, тоже не меняются. Суммарный прирост дохода практически полностью там. Убрались прямые продажи. Составили 30-40%. За счет чего это произошло, кроме неплохих конверсий. За счет того, что реал месячный. Люди, когда выбирают сами, они хотят потестить. Они выбирают недельный срок. Соответственно, недели так же отвариваются. На вторую неделю сколько ты отварил? На третью неделю четвертая. И кривая идет примерно так же. Соответственно, за месяц они вам там не принесут что-то денег, даже несмотря на разницу в цене. Это истории о каких-то там победах. Но я рассказываю, соответственно, не success story, а просто story. Это наш опыт, то, как мы делали монетизацию. Поэтому бывают вот такие моменты. Собственно, в рамках того, что, как и многие разработчики, хотели много денег, а монетизируем мы напрямую, закупаем трафик, определяем деньги, берем рои, закупаем еще. Мы, собственно, решили подвестить, как это делает часть дейтингов на вебе. Закрыли совсем переписку. Без випа. Мужчинам пользоваться нельзя. Почему только мужчинам? Это особенность дейтинга. Если женщинам там запретить чем-то пользоваться, у тебя их вообще не останется. Будут одни мужики сидеть. Это так мало. Женщин надо беречь. Вот поэтому деньги-то дальше получить с мужиков. Но получаем на выходе не деньги, а хрен в виде падения ретенцина в два раза, и абсолютно никакого роста бока-версии. То есть активации вообще столько же. При этом пользователей у тебя стало в два раза меньше. В общем, грусть и печаль. Мы откатываем для себя сделали вывод, что такие схемы заботятся только с ботами, условно говоря, с какой-то фейковой активностью, где тебе докладывают, что ты не можешь прочитать это сообщение, или визгип, еще что-то. Но в общем, на любой честной модели не работает. Дальше переходим к Android. Соответственно, на Android все существенно похуже с платежами, но это не отменяет того, что именно нам заниматься, потому что монетизация хуже, соответственно, и стала дешевле. То есть, в принципе, экономика плюс-минус та же. Просто больше пользователей на тот же объем денег тебе должны гнать. Соответственно, в андроиде только 1,5% пользователей активируют подписку, появится, соответственно, цифра там в 3-4 раз выше. И, соответственно, 81% подписок нам приносит. Здесь чуть больше приносят прямые платежи. Ну, это просто такая особенность андроида, там где-нибудь чуть больше читают что-то про эти подписки. По срокам все то же самое. Триал. На андроиде он тоже есть, но он горявый, убогий и работает плохо. Соответственно, мы его ввели, но попытки любые там выпичать его на первое место, переводят к конвертам, очень плохим, от него в любой момент можно отказаться. Там очень демороидные гугловские собственные интерфиксы для подтверждения силуэтного добра. Соответственно, использовать его можно только на добил. Ну, по крайней мере, у нас так получилось. Но, тем не менее, плюс 20-25% к прямым подпискам он докинул за счет тех пользователей, которые не пробиваются на трибуны. И увеличение количества точек промо работает, соответственно, точно так же. Сталкивается. Ну, здесь, естественно, мы работали с целой кучей этих карточек. Здесь надо искать какие-то прибольные инфополды, которые там будут цеплять пользователя, какие-то там триггеры подбирать. То есть это не просто безумное вставление, соответственно, этих карточек. Но факт остается фактом. Чем чаще пользователь сталкивается с вашей вкладной услугой, и чем чаще вы ему теми или иными способами объясняете, что это хорошо, тем больше способов, что он в это поверит. Ну, единственное, что оставляет много только эффективные методы, иначе зажестите и, как говорит, конечно, начнет падать. Это что касается подписок. Собственно, для нас это основная часть денег. Там в конце всей этой истории будет текущее распределение, что нам сколько пригласит. Но дальше иду по порядку. Однезапно дам рекламу. Казалось бы, приложение вообще на прямую монетизацию, но, тем не менее, для нас это заметный источник тоже денег, и в общей структуре она играет довольно значимую роль. Собственно, какие вещи мы пробовали по рекламе? Значит, мотивированная видеореклама. Протестили мы целую кучу всяких поставщиков. Чисто от нас видбэк, что у нас Unitex лучше всего работает. Пробовали мы даже там одну окна устраивать, чтобы Unitex и все другие, и все как-то крутилось, и там умный алгоритм продации работает все хуже, чем просто Unitex у нас. Соответственно, мы сделали какой-то выбор в пользу поставщика, а дальше ввели просто новые точки, на которых мы будем мотивировать на этот просмотр видео. В частности, в подарки, в показы какие-то. В общем, всячески пытались мотивировать не платящую аудиторию. И в лучшее время видеорекламные соферы 40% бабла нам давали на андроиде. Но здесь есть одно но, и еще отдельно о нем скажу в конце. Доход рекламы, он не постоянный. За ним надо следить, его на аудитории тюдить, и в один момент все может грохнуться, и они такие, а, прибавки, бабок нет, а что делать, непонятно, потому что у поставщика просто упали там какие-то цены, тарифы, результаты. И, в общем, какой-то фидбэк получить, как-то ситуацию исправить, у нас так и не получилось во все это время. Офферы. Под заголовком нахлечай мед. Короче, на iOS вообще нет никого нормального. Если вкратце, ну, собственно, сам Apple против политики вознаграждений вот таких, и, соответственно, там бывает залетных там нескольких офферов каких-то убойных, и заработать на этом можно почти ничего. Вот, на андроиде тут список из итоговой презентации вылетел. Ну, в общем, там были SuperSonic, Joy, Fiber. Для нас в результате лучше всего работал Fiber, давали мы несколько дней випа за то, что человек делал офферы, но там в пике он нам давал практически столько же, сколько видеореклама, а в итоге скатился и дает в 2-3 раза меньше на текущий момент, и что с этим делать, как бы это тоже загадка, поэтому реклама такая штука нестабильная. И вот последнее решение, которое мы для себя нашли, оно сейчас у нас на iOS работает, потому что у нас последнее все время был фокус на зарубежной версии, она у нас, соответственно, чистая iOS, поэтому тестировали все на ней и сказали английский. Соответственно, в общем, лучшее то, что мы для себя по рекламе нашли, и текущий момент – это Facebook audience. Ребята, во-первых, готовы к коммуникациям, какой-то настройке и так далее, во-вторых, тупо включаешь и показатели бьют фонтаном, правда, это киеве проходит спустя какое-то время, но тем не менее сравниваешь с конкурентами и реально лучше. То есть у нас в России на уровне 6,7$ CPM, а в России вообще норма для карточек, которые просто показываются в выдаче. То есть у нас также там мотаешь девочек, не платящий пользователь мотает, и вот у него Flash of Plans скачание. Не в тему абсолютно, но на ритейше это влияет, и конверсия как бы нормальная. На самом деле Flash of Plans – это пример, который ставил дизайнер, Facebook audience как бы даже чуть лучше подбирает, там плюс-минус какие-то в тему предложения попадаются. И, соответственно, на двух позициях мы показываем. Сейчас основных – это в списке контактов, вот там такая штучка Apple Today, и потом ее заменили просто на рекламу конкретный период. И вот такая карточка. Чтобы понимать, как результаты могут меняться, на старте у нас Facebook с бугром состартовало на CPM 60-80 факсов. То есть там вообще какую-то феерию показывало адскую. Потом все это тоже устаканилось, но тем не менее не лучше, чем все другие. И, наконец, прямые продажи. Это место надежды боли. Потому что, казалось бы, эй, сколько всего мы можем еще, кроме какого-то доступа к поклонникам и перевиске, открыть пользователя. Поле непаханное. И это непаханное поле мы, собственно, пытались покрыть. Скорее, к сожалению, не те на презентации, но не суть. Делали мы, в общем, вот это неполный список услуг, которые мы пробовали. И подарки, и показы, и какие-то раскрутки анкет, и лент, куда можно свою повесить, чтобы тебя все видели. И поклонников там как-то по дням, по часам открывали. В общем, все разовые покупки из-за отсутствия подписочной модели приносили примерно ничего. Ну, процентов там 5-6, так это полевалось. Датроида побольше. Но, тем не менее, вклад был совсем грустный. Чуть лучше стала история, когда мы ввели внутреннюю валюту. Долг мы этого почему-то не делали. Были у нас дискретные платежи. Соответственно, подарки отдельно, показы отдельно, глусы отдельно. Все отдельно. Хочешь – плати. Соответственно, каждый раз пользователь сталкивается с пробоем, что довольно непросто. Когда ввели монеты, у нас, соответственно, все показатели по прямой монетизации неплохо выросли. За счет того, что появилась единая точка продажи. И мы стали на эту точку какие-то акции накручивать, триггеры и так далее. Но, тем не менее, вся история с прямыми покупками для нас скатилась к тому, что этим можно заниматься. Но, когда у тебя уже все хорошо, все покупается, и надо увеличить на журналисты, можно договорять еще и за этом управлять. И вот оно текущее состояние просто ковидоходов. Собственно, так не подавился. Можно заметить, что по триалу картинка изменилась. Собственно, по показателям, по баблу, по сути, не изменилось ничего. Просто App Store поменял свою логику. Теперь триал могут активировать только те, у кого уже карта привязана. Соответственно, всего 7% пользователей активируют, но теперь 18% успешно пилится. Цифры поменялись местами, математика в целом не изменилась. Те люди, которые платили в App Store, они продолжают пилит. Те, которые не платили, они просто теперь еще и не получают эту услугу. В принципе, даже чуть лучше. Соответственно, по версии прямые покупки играют вообще крайне маленькую роль. Удивительно значимую роль играют рекламу, но основная – это по-прежнему подписочная модель. И этот триал – вот он. Красненькая, здоровая. И это все триал. И вот так вот выглядит Android, несколько более дифференцированно. Вот в Android, сразу скажу, мы их там не занимались в последнее время. И, соответственно, рекламой там остались все еще и NTS, и Fiverr. И вот они там, 40%, которые они давали, скатились. И вот, если бедных такие 10, грустные. Ну, соответственно, там тоже фейсбука у нее поставим, и, думаю, процентик от рекламы растет. Но, тем не менее, картинка вот такая. Android, где мы покупки чуть большую значимость имеем. Одну минуту, да? Так, и последнее, как раз на одну минутку. На самом деле, супер, укладываемся. Другие вещи, которые мы научились – это вот еще просто на несколько лайфхаков тем, кто, собственно, занимается монетизацией мобильных приложений. Многие их, наверное, знают, многие – нет, будет полезно. Деньги в статистике не равно деньги на счете. Разберитесь в алгоритме, которым вам уплачивают вознаграждение. Иначе в один момент можно там ломаться. И выяснить, что App Store сначала вычитает ватт, той стороны, в которой медлится, потом свои 30%, потом хранит в валюте прихода, потом у них не совпадают фискальные периоды с твоими, и приходит тебе вообще другая сумма, которая с твоей статистикой никак не похожа. Но ровно потому, что ты дурак и не посмотрел заранее, как делается подсчет в App Store. Поэтому, у кого это еще не поставлено, особенно, когда начинаешь выходить на нескольких разных стран, разные валюты, разные ваты, надо все смотреть. Иначе бабки совпадать не будут. Следующая история про рекламу. Успешно интегрированная реклама гарантирует долгосрочного заработка. За ней надо следить постоянно. Она может в один момент грохнуться, тебе надо инвестировать каких-то других поставщиков, это всегда рынок. То есть это не какой-то высеченный в камне источник монетизации, это то, с чем нужно работать постоянно, и стоит ожидать, что в какие-то моменты могут быть взлеты, какие-то падения. Иногда случаются вещи, которые ты предсказать не можешь. Для нас такой вещью стало изменение тарифов App Store в России, когда они сказали просто, мы меняем цены на тиры, и в России мы отменим все подписки, которые у вас были, и пользователь нам будет зато их подтверждать. Ну, соответственно, понятно, к чему это ведет подписочные модели. Стоит всегда закладывать какие-то такие факторы в бизнес, и учитывать это в вашей маржинальности. И последняя история в духе капитана очевидности, но все же, изначально приходят лучшие пользователи. То есть на старте, когда вы запускаете продукт, он должен быть хорошей. Если вам там дороги, как до Китая пешком, стопроцентного на стартном продукте, и надеяться на то, что он там реально взлетит, не стоит. Потому что дальнейшие продуктовые изменения, они способны только покрыть, ну и, может там чуть выше, сделать ухудшение пользователей. Потому что трафик становится дороже, пользователей становится хуже, каналов привлечений становится меньше там, и так далее. Поэтому проект, если это стартап, он должен быть хороший прямо сразу. Ну максимум не доставать немного там дороги. Если это не так, это большой повод задуматься, а не отказаться ли, пока не потрачены средства пользователей. Пум! Все, вопрос. Ну да, Саша, спасибо большое за просмотр. У меня такой вопрос. Какой степи результат? Почему вы пришли? Что вы решили делать дальше? Или что будет дальше? Ну смотри, я как и говорил, это не какая-то там космическая санкция стори, для нас это просто он. То есть у нас остался живой продукт на России, да, мы туда огоним пользователей, да, он там окупает какой-то объем трафика, но для нас этот объем трафика, по сути, не интересный. Там, ну, условно говоря, там тысяч на шестьсот месяц мы можем закупать, и это будет приносить прибыль, дальше цены растут, и получается такая действительно масштабируемая история. Вот. На Западе на текущий момент там в UK, в US он отбивает там два с лишним доллара их стола, такого трафика, соответственно, тоже немного. То есть сейчас это получился такой мелкий продукт, условно, говоря. После всех этих коптов он пока не готов к какому-то там глобальному масштабированию. Вот. Он живет там, словно говоря, на трафике, который позволяет делать какие-то деньги, но не говорить о завоевании мира. Спасибо. Да. Да. Вот, точнее, пожалуйста, вот две диаграммы с дорогами показывали. Это для России? Это для России или... Здесь все данные по-разному. Да, я говорил, что на одну презентацию всего слишком много, поэтому, соответственно, по UK, US, там, другим странам я ничего вставлять не стал. Но, если вкратце, кто-то там пойдет на UK, там, US, то есть реал правит вообще вдвойне. Там он и билится гораздо лучше, и коммерции гораздо лучше, и там вот те 96% денег он делает даже несмотря на доходы от рекламы. Ну, все смотреть. Еще раз. Александр, не совсем по вопросу на газиках, последнее утверждение про лучших производств eben начальных. Помнишь цитат Ворида Хоффмана, что если вы запустили продукт, который всем вам нравится, вы запустили его слишком поздно? Так же можно неلч económиспустится? Я не предлагаю запускать продукт, который всем нравится. Я предлагаю смотреть на показатели, то есть, если вы запустили какой-то продукт и, условно говоря, закупили трафик, он у вас изначально будет дешевый, потому что вы еще ничего не выбрали, и смотрите, ага, ROI мой 20%. Ну, этот я не окуплю трафик, но сейчас я в 5 раз улучшу показатели, и тут-то дело и пойдет. И как бы нет, потому что дальше будет трафик становиться дороже, там какие-то еще факторы будут происходить. То есть, здесь просто надо отдавать себе отчет в том, что происходит, когда смотришь на показатели. То есть, если изначально запущенный твой продукт с плохим ритенцией, с плохим ROI, и он там отличается от того, что тебе нужно в 3-4 раза, то, скорее всего, ты сделал какашку. И что с ней не делает, она такой и останется. Вот и все. А запускать можно, ну, естественно, какие-то и нужные. MVP, естественно, там все в первую версию не запихаешь, но, тем не менее, эта первая версия должна быть достаточно хороша, чтобы показывать нормальный показатель. А если вы просто тестировали какую длительность реального времени? У нас он, на самом деле, месячный, и мы даже не стали тестировать в рамках того, что видели кривую по обычным платежам. То есть, недельный отвал, он практически повторяет месячный. То есть, если делать недельный триал, он быстро-быстро, очень быстро отвалится. Соответственно, здесь вопрос некого балансирования. То есть, можно скорее говорить о больших сроках, да, попробовать сделать триал на 3 месяца. Но здесь ты столкнешься с тем, что у людей там не будут денег на карте, или эти уже деньги серьезные, они будут чашбейки делать, и так далее. А мелкие сроки – это просто экономически невыгодно, очень быстро деньги на них зайдут. А после этого? А после этого? Бесплатный период бесплатно и обязательно ради времени подписки? Не-не-не. И дальше ты сразу на 3 месяца чертешь? Да. Ну, то есть, боюсь ли там конкретно неделя. Боюсь ли конкретно неделя, а дальше били на сколько хочешь. Только ты написать об этом должен. И дальше к тебе могут прийти вот как раз та история о том, что деньги на счете не равны деньгам. В статистике с большими чеками ты можешь с этим столкнуться. Все тупо сделают кучу чарджбэков, и из-за второго тебе придет дуля. И вместо денег это такой план. А не надо было так много просить. А вот бесплатный период тестировали? Я, честно говоря, даже не знаю, можно ли это настроить в Mariosi. Но у нас всегда 7 дней группы. Позиционирование у вас какое идет? Самое отличное знакомство, сет-знакомство, личное знакомство? Нишевого позиционирования у нас никакого нет. У нас такое общее дейтинговое позиционирование. То есть, максимум, что мы делали, я думаю, на сборной версии, делали поддержку сексуального поиска. В России этого не было, соответственно. Но без специфического позиционирования, типа специальных закупок геев, по факту такой аудитории приходит немного. Нет, это послово большое, здесь шутки, здесь шутки. Так, еще вопросы? Ну все, тогда всем спасибо. Спасибо. Спасибо.